Необычный клад нашел житель поселка Краскино при чистке дымохода. Подробности далее. Решили сделать для внука ремонт. Ободрались. Решили выровнять. Ну я кирпичок выпал. Сажа посыпалась. Оттуда выпали медали. Юрий Акимов живет в этом доме с 94-го года. Но он и подумать не мог, что в его дымоходе находится такой ценный клад. Пять медалей времен Великой Отечественной войны. Две за отвагу, медаль за боевые заслуги, за победу над Германией и за победу над Японией. На задней стороне наград хорошо читаются номерные знаки. Они обгоревшие. Ну, самого материала уже нет на них. Только что есть сами бляха медали. За что и номер стоит. Мне одно интересно. Кому они просто принадлежат. Больше мне ничего не интересует. Понимая, что находка уникальная и очень ценная, Юрий Акимов решил передать медали тем, кто сможет найти их владельца. Информационную поддержку оказали в администрации поселения. Он обратился с тем, что как быть с этими медалями. Очень хотел человек узнать, кому принадлежат эти медали, кто проживал в этой квартире. Я сделал запрос нашему военкому Хасанского района, служеникину Сергею Николаевичу. И он мне объяснил, что медали сдаются именно военкому по акту под подпись. И потом военком делает запрос и может узнать, кому эти медали принадлежали. Отметим, что медаль за отвагу высшая в наградной системе СССР. Она вручалась исключительно за личные подвиги, в отличие от других наград, которые могли вручаться за участие и за содействие в их совершении. Медаль за отвагу, вообще-то, я вам скажу, что это одна из самых крутых солдатских медалей. Для того, чтобы ее получить, необходимо по меньшей мере подбить танк. Поэтому она, безусловно, должна быть найдена, установлен ее владелец. Это память народа, это память о Великой Отечественной войне, о тех событиях, которые у нас происходили. Как на западном участке фронта, так и на наших дальневосточных рубежах. Как боевые награды оказались в дымоходе, неизвестно. Сейчас главное – найти их владельца. Для этого специалистам предстоит отправить запросы в военные архивы и установить имя или имена героев. Затем сделать запросы в военные архивы по месту призыва, чтобы найти родственников участника войны и передать им награды. Виктория Беляева, Егор Гриц, Новости Славянки.